приветствую вас дорогие друзья с вами ладислав как быть если перестала работать компьютерная мышка можно ли управлять компьютером без мыши конечно можно друзья мои и сегодня вам покажу как это делается а также волшебное сочетание клавиш которая несомненно вам пригодится даже если мышка работоспособна почему потому что с клавиатурой работать гораздо быстрее чем пользоваться мыши и так приступим первое сочетание клавиш это alt плюс tab данное сочетание позволяет переключаться между открытыми окнами обратите внимание у меня в панели задач открыто 5 окон и так сейчас мы будем между ними перемещаться alt tab вот видите нажимая клавишу таб не отпускают я могу перемещаться по этим окнам отпускать alt и все исчезает второе сочетание я открыл программу а умей протяжен ассистент знакомых же вам и второе сочетание клавиш alt плюс f4 служит как раз для того чтобы закрыть работающую программу пробуем alt f4 как вы убедились программа успешно закрыта и исчезла из нашего поля зрения следующее сочетание клавиш клавиша windows с изображением окошко она у вас расположена слева внизу вашей клавиатуры и клавиша d нажимайте клавишу windows теперь d об и все окна свернуты то есть команда свернуть все окна далее control escape нажимаем control нажимаем escape и запускается меню пуск то есть эта комбинация клавиш control и скейп служит для того чтобы войти в меню пуск поехали дальше комбинация клавиш windows и открывает окно проводника windows и и и как вы видите у нас открылся проводник отлично следующее сочетание клавиш это windows x меню дополнительных настроек windows x вот пожалуйста перед нами открылось управление компьютером дисками и так далее но в этом меню уже знаете о нем рассказывал и последнее в этом коротком ролике сочетание клавиш это windows а открыть центр уведомлений но сейчас уведомления никаких нет поэтому мы с вами ничего здесь и не видим как видите управлять можно вполне то есть если у вас даже какая-то программа зависла что-то не закрывается с помощью этих волшебных комбинаций клавиш вы без труда можете основные операции на компьютере проделать а на сегодня все переходим ко второй части более сложным комбинациям клавиш и тогда вы будете просто большим мастером в этом деле с вами был Владислав до встречи в следующих видео не забывайте ставить лайки подписываться на мой канал переходим ко второй части пока пока